Не бывает неконтролируемых процессов. То, что с Грецией происходит, это тоже американская тема. У них попытка развалить Евросоюз через Грецию конкретно, потому что нам это совершенно не интересно. А им это интересно, потому что у них так устроена экономика, что они постоянно должны подминать под себя. Они должны... Она у них, как солнце, вот эта звезда, перед ним как лопнуть, она начинает раздуваться, поглощая все вокруг себя. То есть они умирают, но умрут последними на горе трупов, в том числе и своего ближайшего союзника Евросоюза. Понимаете? Мне кажется, судьба Евросоюза будет тоже непонятно какой. Мне кажется, они должны понимать, что происходит. Но, понимаете, там все очень косно, все очень долго. Все эти люди, которые получают эти пенсии в Европарламенте, все сидят на своих местах уже, жопами прилипли. Потому что они понимают, что сейчас переключиться на Россию, им гораздо выгоднее в миллион раз. Потому что их просто, их ближайший союзник, Америка, начинает разрывать, уничтожать. И если они вовремя сообразят противостоять убийству Евросоюза, то они выживут. Если нет, то они будут плохими, мне кажется. Тем более, что на Украине сейчас это не в их интересах. Если разгорится конфликт в большой, совершенно глобальной войну, то она будет перекидываться потом, будет на Евросоюз. Вообще там будет заняться. А у них нет, по сути, даже армии своей. Они все интегрированы очень сильно в американскую армию. И самостоятельно они не могут не решить ни одну задачу. Они даже в маленьких государствах, в каких-то ближневосточных, не могли ничего сделать без помощи американской армии. Они сами по себе, на самом деле ничего себе не представляют. Абсолютно тоже колониальные страны, назначаемые все президенты из Госгепа. Но может быть там внутренние элиты, конечно, смогут что-то сделать. Бизнес-элиты тоже идет, мне кажется, какая-то конфронтация. На эту тему. Но Греция это чисто проект по развалу Евросоюза. Причем это именно американский проект.